парни девчонки всем привет данный видеоролик носит характер совещательный поэтому если ты пришел с работы и устал и тебе не до совещаний иди покушай зайдешь чуть попозже а сейчас мы постараемся в краткой форме сеть пять моментов нужно посовещаться чтобы не тянуть время мы начинаем прямо сейчас первое с чего начнем парни значит сейчас занялся подготовкой параллельной для съемки mazda 3 хэчбэк но многие люди просили давай с ним посмотрим в чем разница между шестеркой трешкой посмотрите цена на хэчбэк начинается от миллион двести доходит до 1 миллион 350 тысяч когда за миллион 400-450 уже можно взять mazda 6 2 литра в комплектации supreme плюс то есть это уже в принципе полная комплектация будет хорошая я вышел один автосалон где я покупал автомобиль и они мне пошли на встречу предложили свой автомобиль да приезжай но машина значит оклеенный в первую очередь она салона поэтому поднимаю этот вопрос с вами стоит ли вообще связываться с ними в принципе могу их подвинуть но хотелось совместить два ролика в одном то есть мы про машину расскажем раз хэтчбэк подчеркиваю редкая машина на самом деле вот я сейчас нахожусь в областном городе кашира здесь таких машин вообще нету в ступино соседям тоже нету поэтому выносим на совещание вот этот момент это что машина подчеркиваю будет салонная оклеенная но я с ними проговорил полностью будет объективный обзор высказываю полностью свое мнение вместе с вами поэтому напишите ваши комментарии ваши мысли по этому поводу стоит ли вообще ввязываться в эту авантюру а вторая тема на обсуждение во время договоренности по трешке хэтчбэк представитель компании mazda сделал мне предложили говорить давайте пригоняйте машину cx 5 рестайлингую в любом с любым пробегом но я предлагаю максимально большой пробег для технического обслуживания помните я снимал ролик и показывал как вот на моей машине там на 60 тысячах все смотрели делали обслуживание это все снимал на видео то же самое говорят мы готовы пойти навстречу заснимем cx 5 пацаны если есть то из вас желающие ну вообще в целом если вы поддержите эту идею если это интересно ты может быть являешься владельцем cx 5 либо потенциальным владельцем cx 5 давайте загоним машину что-нибудь с пробегом 90 тысяч сделают обслуживание заснимем и покажем у меня с ними никаких договоренностей финансовых нет это я вам сто процентов говорю поэтому если машина будет в плачевном состоянии значит я так и покажу что она в плачевном состоянии в любом случае все это на обсуждение к вам интересно пишите предлагает свои машины давать ну съездим неинтересно значит мы просто подвинем в другую сторону идем дальше третье полон крузеру 200 по другим автомобилям парни я ничего не забыл просто периодически комментариях люди пишут что когда эта машина ты же обещал сделать я все сделаю просто же сейчас бьет ключом тут то одно то второе а снимать что-то на коленке знаешь на типа после работы вышел уже темнеет по-быстрому по-быстрому лишь бы снять так мы делать точно не будем но планы грандиозные я планирую два ролика делать сейчас по весне то есть один про машину типа обзора там что такого рода и второй что-то нужно делать экспериментально то что в любом случае на одних обзорах когда-то вам станет скучно а чтобы не стало скучно нужно экспериментировать будем искать знаешь это дно или не дно будем искать точку соприкосновения ну чтобы вам было интересно какую-то уникальную тематику хочу сказать одно есть ли кто-то с москвы либо с московской области купил автомобиль либо есть хороший интересный автомобильчик пишите предлагайте машины буду безгранично рад приехать к вам снять ваш автомобиль ну и соответственно показать его нам зрителям канала 4 в этот четверг в 900 мы улетаем в чехию на 5 дней поэтому однозначно сделаем ролик по типу как он было недавно про барселону пацаны честно говорю вырвался и была возможность отлично цены невысокий я вам про все расскажу это будет в отдельном ролике поэтому если какие-то пожелания что там снять в чехе то может быть какой-то сделать обзорчик еще что-то поискать пишите обязательно может быть кто-то из вас живет в чехии также есть на каком-то там автомобильчике тоже пишите будет круто конечно другой стороне взять взять обзор на автомобиль поэтому с четверга по понедельник не будет во вторник вы уже увидите по идее новенький свежий ролик и пятое это уже полностью моя инициатива значит смотрите мы сейчас делаем ремонт и этим летом обратно возвращаемся в москву где мы будем продолжать работать вот сейчас многие люди о чем пишут вот вы там москвичи московскому зажрались в каком плане снимаем про машину люди говорят вот за полтора ляма тачка и вы называете бомж комплектации то есть вы вообще там мол охренели вы покажите как денег надо зарабатывать на такие машины вот я решил смотрите сейчас многие люди блогеры снимать чё там они ходят по ночным клубам тусуются жрут в ресторанах там в 12 часов у них типа завтрак там оставлять какие-то бешеные чаевые и так далее мы по этому принципу не пойдем но что я очень сильно хочу попробовать заснять на ролик то есть приехали в москву с чего мы начнем зарабатывать деньги по крайней мере пытаться зарабатывать это может быть вот тебе конкретно сань вот я тебя вижу прямо с домодедовской ты да или с какой-то там с кантемировской тебе это как бы да ну нахрен я подписывался на машины другим же людям я думаю как экспериментальный ролик сделать показать с чего можно начать попробуем подчеркнул и они я помню что тематика канала автомобильные но тем не менее пацаны ну нужно развиваться что-то делать что-то новенького вносить поэтому попробуем сделать так сказать экспериментальный пилотный выпуск где-то в июне месяца посмотрите что из этого получится на это у меня сейчас все одна большая просьба напишите ваши комментарии по каждому пункту что стоит дело что не стоит что интересно в любом случае парня я с вами советуюсь потому что если вы скажете что то вот этот нахрен не надо значит этого не будет вот подписывайтесь обязательно instagram канал там выходит только анонсы где вы можете принимать активные научаясь еще до съемок видеороликов ставьте лайки к этому видео и до новых встреч всем пока пока